Здарова, мои американские друзья, и сегодня у вас будет обзор. Потому что моё видео по ФНАФу заблокировали, а посмотреть можно только на Рутюбе. Так, всё, без дытья. Так как моё видео по ФНАФу забулили, мне пришлось снова рыскаться в помойке контента. И видел я многое. От тренда цифрового цирка с Худи до Вандернопа, рассказывающего 30 минут о аниме Санси. Но не думайте, я не буду снимать очередной однообразный обзор ролик на цифровой цирк, где я что-то перданую насчёт персонажей или сюжета. Потому что я буду пердеть насчёт этой игры. Заинтересовала она меня... Хотя, блять, кого это вообще интересует? Давайте перейдём к обзору. Андрей и Лейли в гробике. И гробике, в смысле, буквально. Потому что их не Терминатор в гробе несёт, и это весь геймплей. Они просто застряли в своей квартире. Потому что из-за рукожопа Луиджи они напутали с водой, и теперь завелись какие-то странные паразиты. И весь дом просто-напросто изолировали от общества, боясь создать репортаж 5. Наши протагонисты в составе кукол от подкаблучника и манипулятор бабища тёлка, брат и сестра, Батюшка им не отвечает, охранник жрёт их еду, а сидят они уже в этом притоне третий месяц. Обычный день. Сосед снова врубил свою гражданскую оборону. Брат и сестра через балкон прошли к соседу и увидели неудачные культы, где сосед просто сдох. Пока брат пытался прийти в себя, сестра ему предлагает его сожрать. Ну типа, чё мясу пропадать? Брат отказывается, но вспомнил, что они давно не ели, и решил согласиться. Пока брат пытается есть человечину, сестра его хомячит килограммами, как будто она это каждый день в тайне хавырь. Прессовывает брату еды и говорит ЗАГЛАТАВАЙ Вам может показаться, что здесь все персонажи аморальные ублюдки, и вы будете чёрт возьми правы. Ведь брат под каблучник всё время потыкает своей сестре, которая ноет, манипулирует и сохраняет своего брата в своих руках. К примеру, вот брат под угнетением сестры запер свою подругу у себя в ящике. Сначала он ломался, конечно, говорил, а может не надо, у него же там спит, или чё там у девочек бывает. Так ныкает и жалуется, и Андрей всё-таки соглашается. Ибо брат готов сделать любую херню ради своей ни чуточки не прихуявшей сестры. Казалось бы, после человечины Андрей стал думать о последствиях своих действий и о своей тупой сестре. Раскрывая свою эмоциональность и переживания протагониста Андрея, он резко захотел призвать демона. Зачем нам это было показывать, то что он переживает о последствиях, но резко идёт устраивать геноцид? С его тут тупой сестрой, это понятно, она долбанутая наголову, как её ещё в тюрячку не усадили, раз она ужилась до 20 лет. Обидно, что такой красивый человек по имени Андрей живёт с ней. Ведь игра же хотел предоставить сюжет, как два абсолютно разных человека находят общий язык, типа головоломки или верх, но это не работает, потому что они оба долбанутые. В общем, брат, короче, захотел устроить призыв, и для этого нужна была книга, музыка, свечи, и чтобы не сдохнуть как сосед, нужно было ещё и жертвоприношение. Когда всё было готово, пришёл полицай на проверку соседа, те обосрались, а мент решил зайти попозже. Пока Андрей отвлекает пони Тейл, убирает все улики, но не успевает, и ментяра первым делом, заходя в квартиру, идёт в шкаф. И Андрей хладнокровно убивает мента, протягивая руку, говоря... Но, получив ключи от мента, они бегают по всему дому, все двери заколочены, все молчат, а этажом ниже находится вип-прошмандовка, которая хорошо общается с ментами и получает преимущество. Итак, жертвоприношение есть, потому что та бабища зовёт мента через рацию, и проводится само жертвоприношение. И Андрей, идиотина тупая, решил убить её. Второй эпизод состоит из того, что героин сваливает из притона, идут в мотель и дурачатся. Итишки засыпают, и их тайны режут, пока они спят, но, к сожалению, это был сон. Брат, поверив в свой тип сестре, выходит на улицу и ждут того самого убийцу. Убийца появляется, кое-как убили, и теперь при себе имеют ламборгини и пистолет, а денег нет. Но, деньги есть у родителей, поэтому теперь идём к предкам. По стелсу, конечно же. Но этого не удаётся. И чтоб попозарить друг с другом, отправляют маму на кровать, а сами говорят про какой-то амулет, или BDSM-значок Dark Souls, и он забирает души. И у них возник, однако, гениальный план. Получить душу своих родителей. Они им угрожают пистолетом, а потом вяжут где-то в подвале монги, как жертвоприношение. И пока тупая сестра что-то делает, мама пытается уговорить Андрея их отпустить. Якобы твоя сестра говно, а ты красавец, умеешь думать, отпусти нас. Но не получилось. Культ состоялся, но родителей он не убил, а естественно украл души. Но сестра без колебаний сразу же их порезала, разложила их останки по полочкам, и они их сожрали. Дальше происходит инцесс, от которого у всех анимешников и додиков пошла кровь из носа. Выкидывание черепов. Happy End. И что же можно уяснить из этой игры? Много чего, например, ничего. Не, ну а чё? Главные герои творят любую херню, и их за это не наказывают. Порубили и схавали своих родителей, да похер. Убили нескольких людей, да срать хотели. Произошел инцесс, ну, типа, почему бы и нет? Сюжет состоит из того, что просто два яндера, один трансгендер, другой просто яндеры, режут всех пополам и творят несуспетную дичь. Что вполне довольно нормально в этой вселенной. По закону. Никто из персонажей не растет, потому что каблучник как и был моральным мясом для сестры, так и остался. Но еще и с пришвартованным болтом. Сестра как и была психически нездоровой, так и осталась. Честно, весь мир думал, что хотя бы Андрей поменяется из-за моральных выгод. Типа они человечину съели, а Андрей уже через второй кусок привык к этому. Но разраб срал нам всем в рот, потому что никто не меняется. Это просто история двух поехавших, которые просто всех режут. Ясное дело, если бы Андрей не хныкал, но... Имеем, что имеем. А может это была история про... То, как он психом, типа, становится, может? Да хер его знает. Но игра зафорсилась из-за инцеста и буквально легкой рисовки, из-за чего можно рисовать целые комиксы для взрослых. Сама игра просто подделка на РПГ-мейкере без головоломок с Джеком Бейкером. Просто перделка с навязанным сюжетом. Сюда даже поддельные выборы добавили, которые типа что-то делают, хотя они-то ничего не меняют. Можно было сразу просто новеллу сделать, как и в том же Зайчике. Или Доки-Доки, и не париться. А что насчет третьего эпизода? Ну, не знаю. Про третий эпизод ничего не сказали, поэтому стоит ставить свои догадки. Как, если хайпанет, то выйдет. Если нет, то сосить. Но! Не подумайте, что я обеспеченный урод, который просто обсираю игру и дал вам говно на тарелке. В игре есть неплохая музыка, и есть свой стиль, за что можно порадоваться. Завтра, он постарался. А так игра проходняк. Не для всех. Хайпануло на трешаке. А на этом мой шестиминутный ролик кончается. Все эти шесть минут я пытался что-то высрать и высрал. На все эти шесть минут. Желаю вам удачи, мне подписки, а вас в анал.